МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное к этому часу. Нужно 2 миллиона. Жители микрорайона Тундрова вместе с властями решают вопрос озеленения своего двора. Почти 2000 новоренгойских детей стали первоклассниками. В гимназии открыли современную инженерно-техническую лабораторию. А теперь подробнее. С 1 сентября россиян ждет ряд нововведений. В частности, они касаются социальной сферы, транспорта и цифровизации. Какие законы вступают в силу с первым осенним месяцем, расскажем далее. С 1 сентября россияне могут получать услуги без предоставления персональных данных там, где к этому не обязывает закон. Например, в онлайн-магазинах. Если вам откажут в покупке, то предприниматели накажут штрафом в 50 тысяч рублей. Обработка биометрических данных несовершеннолетних теперь также под запретом. В России на устройствах с операционной системой Android с 1 сентября будут предустанавливать в российский магазин приложений. Документ с полным списком программ для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры, смарт-ТВ вступят в силу с января 2023 года. С начала осени оформление на работу станет доступным онлайн через портал госуслуги. А все документы можно подписать электронной подписью. Отметим, работодатель лично принимает решение о введении в организацию удаленного документа оборота. По желанию руководителя, традиционный бумажный способ может остаться. Осенью изменится и требование к сдаче на права. Теперь, чтобы получить категорию «Б», вместо 24 часов нужно откатать на площадке 18, а в городе – 38 часов вместо 32. А для тех, у кого мотоцикл разрешат обучение по сокращенной программе. Еще одно изменение коснулось техосмотра личных авто. Теперь аптечка, знак аварийной остановки и огнетушитель станут необязательными. Россияне с инвалидностью первой, второй или третьей группы смогут бесплатно получить второе высшее или среднепрофессиональное образование. А школьники и студенты колледжей с инвалидностью получат гарантированное двухразовое питание. С 1 сентября в российских школах запретят использовать телефоны на уроках. По словам главы Минпросвещения, смартфоны отвлекают детей от знаний. А в случае чрезвычайной ситуации в школе родители сразу оповестят. Стало известно, во сколько обойдется проект озеленения Тундрового. В начале июля жильц этого микрорайона обратились к Андрею Воронову с просьбой посодействовать в озеленении дворов. Глава города встретился с новоуренгойцами, выслушал пожелания, рассмотрел идеи и поддержал инициативу. Накануне Воронов пригласил в администрацию представителей от горожан, где вместе со специалистами они обсудили, на каком этапе реализация задуманного. В целом на расходы понадобится 2 миллиона рублей. Уже закончился и прошел сбор. Сколько нас собрали? В общей сложности весь Тундровый микрорайон собрал 180 тысяч 906 рублей. Еще 360 тысяч на озеленение даст управляющая компания. Остальное профинансируют из городского бюджета и привлекут спонсоров. Общим голосованием жильцы решили посадить на территории крупные ели. Затей рискованно, ведь по опыту хвойные в нашей местности приживаются долго. Сложности жильцов Тундрового не пугают. За деревьями собирается ухаживать сами, следуя рекомендациям экспертов озеленителей. Результаты совместного эксперимента нам с вами предстоит увидеть через несколько лет. Если все получится, то во дворах Тундрового зашумят раскидистые еловые ветви. А НУР-24 будет следить, что из этого выйдет. Ольга Федорова, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. За 2022 год на Ямале уже сдали в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров нового жилья. Это почти на 50% больше, чем в 2021. Общая цель округа – достичь показателя в 158 тысяч квадратных метров до конца этого года. Лидером по строительству частных домов стал Новый Уренгой. А больше всего новых многоэтажек построили в Ноябрьске. Напомню, по поручению губернатора к 2025 году на Ямале должны расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. И новостройки позволят решить эту задачу. Пока эта цель выполнена на 40%. Расселено около 400 тысяч квадратных метров аварии. В округе строится еще 186 домов, которые должны позволить выполнить поручение губернатора на 100%. На Ямале стартовала прививочная кампания против гриппа. Пик заболеваемости эпидемиологи пророчат на период с ноября по декабрь. Чтобы в него не попасть, врачи рекомендуют вакцинироваться уже в начале осени. Медики планируют привить свыше 300 тысяч ямальцев. Традиционно акцент на людей из группы риска. Это дети, беременные, работники сферы образования и здравоохранения, пожилые ямальцы и северяне с хроническими заболеваниями. Узнать адреса и режим работы прививочных пунктов можно на сайте «Я привит. Живем на севере». Почему сегодня все собрались? Чей сегодня праздник? В школу. В школу идти. А кому нужно в школу идти? Привоклассникам. Чему хочешь научиться в школе за 11 лет? Хочу читать и писать научиться. А уже знаешь, кем хочешь стать, когда вырастет? Да. Медсестрой. Дезнание – это когда уже наступило 1 сентября и осень. Вы готовы идти в школу? Да. В этом году за парты сядут почти 2000 новоуренгойских первоклассников. Всего школы Ямала приняли в свои стены 9000 детей. Это рекорд в истории округа. Успели всех уже выучить? Еще нет. Еще все впереди. Это еще предстоит. А вообще в какой момент уже первый учитель запоминает всех детей? Ну, я думаю, самые такие запоминающие дети – это которые бегают такие яркие, активные. Но, в принципе, недели две хватает на это. Ну, мы второй раз идем в первый класс, второй ребенок. Поэтому радостно, весело, волнительно. Но волнительно не только родителям первоклассников. Казалось бы, совсем недавно с бантиками и косичками боялись забыть слово из стихотворения на линейке. Они – будущие выпускники школы. Вообще, когда осознание пришло, что вот-вот школа закончится, но принять это как-то трудно. Наоборот, радостно, что школа заканчивается. Вы знаете, когда в первый класс собирали ребенка, она просыпалась всю ночь и спрашивала, «Встаем, одеваемся?» А сегодня просыпалась я. Очень быстро летит время, очень быстро они растут. Смена поколений – естественный процесс. Таким станет и поднятие флага. С этого дня каждая учебная неделя в российских школах будет начинаться с церемонии. Для нее сформировали группу и знаменосцев, и ассистентов. Почетную миссию доверили тем, кто отличился в учебе, спорте, творчестве и общественных начинаниях. Очень большая ответственность – это на тебя положились люди, и ты должен выполнить эту задачу правильно, и главное – не ошибиться. А еще переживания много. С каждым годом все больше новоуренгольцев присоединяются к всероссийской акции «Дети вместо цветов». Ее суть в том, что учителю в День знаний дарят один букет от класса, а остальную сумму, которую семьи планировали потратить на первосентябрьские букеты, жертвуют на благотворительность для лечения тяжело больных детей. Для меня, как для учителя, главный праздник для меня – это успехи моих детей. Поэтому букеты – это не самое главное в жизни. Самое главное – это чтобы дети были живы и здоровы. В новый учебный год стартовали с почти 18 миллионами российских детей Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для «Ануры-24». Первоклассникам Ямала в День знаний подарили арктическую азбуку. Внутри книги о редких животных и растениях округа – занимательные упражнения с наклейками. Доступным для детей языком рассказано о редких представителях флоры и фауны Ямала, необходимости бережного отношения к природе. Просканировав QR-код, можно послушать пение птиц или посмотреть мультфильмы про арктических зверей. Книгу в подарок от округа в День знаний получат не только первоклассники, но и все школьные библиотеки округа. Сроки были очень сжатые. По факту два месяца нам на это отводилось, но работы все завершены. Школа полностью готова, причем не только восстановлена сама, но оборудована самым современным последним оборудованием. И все необходимое методическое оснащение сделано. Спортивная площадка, которая находится при школе, тоже восстановлена. Там были снаряды, все это было разрушено. Сейчас ничто об этом не напоминает больше. Ямал обеспечил и рабочую силу, и строительные материалы для реконструкции школы. Ее воскрешали практически с нуля. Обстановка внутри теперь тоже вся новая. От тарелок до компьютеров. По условиям соглашения о сотрудничестве между Ямалом и ДНР продолжается также восстановление остальных социальных объектов города. Общежествия, больницы, станции переливания крови и других. В Новой Уренгойской гимназии будущее уже наступило. Здесь ребята со школьной скамьи развивают физико-технические способности. А поможет им теперь в этом новая современная лаборатория. До появления долгожданной лаборатории будущие инженеры, робототехники и программисты ютились в маленьком помещении с огромным желанием творить под руководством не менее замотивированного на результат преподавателя. Если честно, я нахожусь в немного шоковом состоянии, потому что это огромное пространство, оно великолепное, оно классное, оно оснащено современными компьютерами, паяльными станциями. У нас будет возможность здесь заниматься всеразличными, новыми, современными нашими навыками. И у ребят есть желание, у меня есть навык, и главное желание детей учить. Лаборатория рассчитана на занятия сразу 25 человек. Современное оборудование поможет постигать тонкости робототехники, авиамоделирование и программирование искусственного интеллекта. Сейчас открыт тренажер для управления полетами с использованием пульта, которым управляется оригинальный квадрокоптер. Такой формат при школьной лаборатории позволяет юному поколению пробовать то, чему не учат в обязательной школьной программе, а также заинтересовать ребят профессиями будущего. Например, Дарья в новом учебном году пробует себя в робототехнике. Я интересуюсь всякими там моделями. У нас со старшим братом постоянно были терки, кто первый заверет паяльник. Мы там по схемам постоянно вместе ходили по этим всем и разбирали их. Поэтому, да, робототехники. Я вот увлекаюсь пилотированием управления дронов, а также на судье, загружаю программированием. На самом деле не думал этим заниматься серьезно. Просто вот предложили, как поставить на кружок. Грубо говоря, я пошел, и вот, как оказалось, проводился очень много времени. Без освоения информационных технологий в школах современного мира уже не обойтись. Это качественно расширяет кругозор детей и перспективы их будущей деятельности. А значит, и у страны не будет нехватки в квалифицированных специалистах. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Короткое северное лето подошло к концу. В честь этого события на городском пляже для новоуренгойской молодежи устроили тусовку под названием «Точка лета НУР». На оживленной площадке ребята танцевали под популярные треки и вспоминали самые лучшие моменты. Как прошло ваше лето? Прекрасно. Отлично. Очень весело. Так, а что самое-самое было запоминающееся? Были на море. На море. На море? Так, а что там было самое крутое? Ну, наверное, именно плавать в море, волны, солнце, пляж. Клубы. Атмосфера. Офигенно, замечательно, суперски. Вот это. Такое яркое. Что вы делаете? Да, каждый день. Каждый день как праздник, каждый день как фестиваль. Как летом прошло, делитесь. Отлично, просто топ. Что-то клевое произошло этим летом, поделитесь. Да, произошло. Зарплата получили. Зарплата. Мы просто... Зарплата. Да. Трудовые отряды – это любовь. Столько знакомств, столько впечатлений. Это просто замечательное место. Столько веселых моментов вообще. Так много друзей еще новых. Да. Очень много знакомств. И деньги. Жалко, что заканчивается, но в следующем летом увидимся. Рассказал о своих летних приключениях и главный горожанин Нового Уренгоя Андрей Воронов. Лето шикарное было. На самом деле оно было очень жарким. И в плане погоды, в плане работы и в плане отдыха. Все хватило. Все по полочкам было разложено. Удалось и отдохнуть, и поработать. И на самом деле все здорово. Ну прям одно что-то такое. Можете выделить, что вам запомнилось? Что-то одно выделить, что вам запомнилось? События. Конечно. Руку сломал. Все. Самое главное событие этого года. А главным событием вечеринки стало закрытие летней трудовой смены. Подростки отлично потрудились. В этом году городские улицы и тундру убирали больше тысячи школьников. Это вдвое больше, чем в прошлом. Они собрали колоссальное количество мусора. Около 10 тысяч мешков. А также заработали свои первые деньги. Самых активных наградили благодарностями. Многие из вас проявились в пользе для города. Здесь вижу очень много синих жилеток. Вас уже знают практически во всех частях города. Спасибо за тот большой труд, который вы провели. В предвкушении начала учебного года молодежь веселилась от души. Ведь на следующий день снова школа. Учителя, уроки и домашние задания. Ольга Эгриши, Ольга Федорова, Татьяна Забродина, Евгений Шевченко. Отсель радиокомпания «Сигма» для НУР-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова